ДВД Астаны установили личность возможного убийцы-журналиста Ирины Бекетовой. Подозревается 34-летний житель столицы, сообщили в пресс-службе ДВД. Напомню, сегодня ночью тело 37-летней женщины нашли у подъезда ее дома. Сейчас правоохранительные органы проводят досудебные расследования, экспертизы и поиски подозреваемого. Известно, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью нашей коллеги. С убийцей жертва, по данным полиции, была знакома ранее, возможно, даже сожительствовала. Ирина Бекетова более 10 лет проработала в газете «Железнодорожник Казахстана». И всего 10 дней на новостном сайте Норки-Зет. У нее остались четверо детей, старшие из которых с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, за последнее время такие трагедии стали очень часто происходить. Убит выдающийся наш спортсмен, убита талантливая журналистка, четверо детей, насколько я знаю, остались. Нападают уже на самих полицейских. Конечно, это свидетельство того, что система МВД нуждается в реформировании, незамедлительном реформировании. Тогда эта ситуация, надеюсь, будет изменена. К слову, тему реформирования правоохранительной системы сегодня обсуждали и на заседании правительства. Проблемы в собственном ведомстве озвучил министр внутренних дел Мухаммед Касымов. Рассказал о повышении качества личного состава местной полицейской службы. Сетовал на нехватку школьных участковых, а также зданий, медвотрезвителей и наркологических центров. Доклад главного полицейского страной выслушала Себина Тургаева. Местная полицейская служба нужна для охраны общественного порядка, дорожного движения, профилактики правонарушений и противодействия бытовой преступности. Текучка кадров в этом подразделении имеет место быть, говорят специалисты. Хотя сегодня для того, чтобы стражам порядка не хотелось уходить с работы, государство, по словам главы МВД, делает всё возможное. Первая в дорожно-патрульной службе проводит поэтапный перевод сержантских должностей в офицерские. Однако не везде эта работа продвигается хорошими темпами. В ряде регионов эта работа проведена частично. Прошу Акимов-регионов обратить своё внимание на эту проблему. Решение вопроса позволит не просто повысить зарплату полицейских, но и улучшить качественный состав кадров, а также приостановить их текучесть в этих подразделениях. Ко всему прочему, Акимата-регионов совместно с МВД проводят работу по материально-техническому оснащению полиции. Благодаря этому, по словам Касымова, сократилось количество некоторых видов преступлений, в их числе кражи, грабежи, хулиганства, изнасилования и другие. С другой стороны, количество семейно-бытовых преступлений возросло аж на 46%. Большинство из них совершается в состоянии опьянения. В стране на данный момент на учёте состоят около 70 тысяч алкоголиков. Проблема усугубляется малочисленностью центров адаптации, так называемых медвотрезвителей, а также наркологических организаций принудительного лечения алкоголизма. В прошлом году из 5,5 тысяч лиц, направленных в эти организации, более тысячи не прошли лечение по причине отсутствия койко-мест. Ещё одно больное место МПС – подростковая преступность. С начала года почти две тысячи дел, в основном уголовных, завели на несовершеннолетних. Больше половины из них – ученики школ и лицеев. Сейчас в школах работают 2178 инспекторов, которые сотрудничают с администрацией учебных заведений, родительскими комитетами. Требуется дополнительно ввести ещё более 1900 сотрудников этой службы. Пока не введём их в каждой школе, мы не сможем предметно заниматься ранней профилактикой пьянства, наркомании и преступности в подростковой среде. Например, в ведомстве надеются, что в скором времени им удастся построить семейное общежитие для своих сотрудников в каждом регионе. В Североказахстанской области такая работа уже ведётся. Сабина Тургаева, Асхат Каракойшиев, Хабар-24, Астана. В Ангустовской области задержали замруководителя регионального департамента государственных доходов. Его подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов сенье. По информации антикоррупционной службы, эти деньги чиновник получил за снижение суммы до начисленных налогов по акту документальной налоговой проверки. Сейчас в интересах следствия подробности дела не разглашаются, однако известно, что расследование проводится и в отношении взяткодателя. Подозреваемый сейчас под арестом. Здесь интересен тот факт, что задержан также взяткодатель в данном случае. Мы предупреждаем наших граждан, что нашим уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность также за дачу взятки. Также мы отмечаем рост гражданского самосознания. Об этом свидетельствует и увеличение количества поступлений заявлений от обычных граждан. Общественники Усть-Каменогорска добиваются ликвидации организации кооперативов, собственников квартир и права самостоятельного управления жилым фондом. Активисты местных НПО отправили письменное обращение депутатам жилица парламента с предложением внести 26 поправок в закон о жилищных отношениях. В региональной модели местного самоуправления разбирался Вячеслав Итлугин. Жительница Усть-Каменогорска Марина Соловьева собрала несколько тысяч письменных обращений от горожан в поддержку упразднения кооперативов, собственников квартир. По мнению городских общественников, львиная доля ежемесячных целевых взносов КСК уходит на зарплату работников. А работы по обслуживанию многоэтажек финансируются по остаточному принципу. Очень много людей обращаются. Марина Михайловна, что сделать? Нам не дают даже документы для проверки. Мы же содержим КСК. Не КСК нас содержит. Не их структура. В ассоциации Усть-Каменогорских КСК думают по-другому. Председатель организации Гульнар Абишева не скрывает, что штат сотрудников кооперативов, собственников квартир действительно внушительный. От 10 до 50 рабочих в каждом. Однако все эти люди ежедневно задействованы в эксплуатации объектов жилого фонда. Сейчас у нас в городе 160 КСК. Это будет 1600 оси объединения собственников имущества. И найти столько специалистов, которые знают и умеют работать, председатели, столько же бухгалтеров, это практически не просто сложно, а суперсложно. Альтернативой КСК, считают, в городских комитетах местного самоуправления, могут стать объединения собственников имущества. То есть в многоэтажках создадут кондоминимум, определят старших по дому, они-то и займутся сбором средств на ремонт. Жители будут сами управлять своим домом, а не ждать помощи от КСК, у которых свои графики. КСК как? У них 30 домов, условно возьмем. И если срочно аварийный ремонт требуется на условном доме, то вот эти деньги идут на ремонт этого дома, получается. Хотя, будем говорить, там у нас должники сидят. Мы провели полностью опрессовку, промывку системы. Теперь наш дом уже полностью готов к отопительному сезону. Владимир Бостриков – один из первых самостоятельных управленцев в своей многоэтажке. От услуг КСК здесь отказались. Жильцы без посредников заключили договоры с обслуживающими дом-организациями. Своими силами отремонтировали подвал, разместили в нем кладовые, обустроили спортплощадки и столярную мастерскую. Огромных денег мы не собираем, конечно, но как только немножечко скопились, мы их пускаем на благие цели. Проводятся определенные виды работ. Дом улучшается во многом. То есть и сделаны крыша, и офис, и подвал. Реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве, видимо, не за горами, но их успешность в первую очередь зависит от самих собственников квартир, желающих или нежелающих перемен. Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин и Роман Родионов. Усть-Каменогорск, Хабар-24. О событиях в мире далее. 22 человека задержаны по подозрению в совершении теракта на военном параде в Ахвазе. А потом сообщили в ряде местных СМИ со ссылкой на Министерство разведки Ирана. По их данным, в ходе спецоперации изъято оружие, взрывчатые вещества и средства коммуникации. Все приспособления силовики обнаружили в доме, принадлежащем пяти членам группировки. Напомню, в минувшую субботу вооруженные люди открыли огонь по участникам и зрителям военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана. Тогда погибли 25 человек, включая 12 военнослужащих корпуса Страша Исламской революции. Среди жертв есть военные, женщины и дети. Премьер-министр Швеции Стефан Левен отправлен в отставку. К такому решению пришли шведские парламентарии, которые высказали ему вот у недоверия. Поводом послужило то, что глава правительства отказался добровольно покидать свой пост даже после поражения его социал-демократической партии на выборах 9 сентября. Всего против кандидатуры Левена на новый срок проголосовали 204 из 349 депутатов. Теперь спикер парламента Андреас Норлен планирует провести переговоры с лидерами парламентских фракций для выбора нового кандидата на пост премьера. В случае, если ему не удастся найти политика, за которого проголосует большинство, в стране пройдут новые выборы в парламент. Количество сельскохозяйственных предприятий в России за 10 лет сократилось на 40%. Еще больше, почти наполовину сократилось количество крестьянских фермерских хозяйств. При этом, по данным Росстата, четверть из оставшихся предприятий отрасли не ведут сельскохозяйственную деятельность. Это главный итог всероссийской сельскохозяйственной переписи, окончательные результаты которой огласил Росстат. Такие цифры в ведомстве объясняют укреплением хозяйств. Напомним, перепись проходит один раз в десятилетие и имеет большое экономическое и социальное значение. Полученные данные используются при создании программ по развитию аграрного сектора и анализе продовольственной безопасности. В этом году, по предварительным данным, в России планируется брать на 25 миллионов тонн зерна меньше, чем в прошлом году. Однако, по расчетам российских специалистов, этого хватит и для покрытия внутренних потребностей, и для эксперта, который должен составить порядка 39 миллионов тонн зерна. Перепись показала, что действительно произошла некоторая за 10 лет с 2006 до 2016 года структурные изменения в сельском хозяйстве. С одной стороны, это снижение количества сельхозпредприятий, а с другой стороны, укрепнение сельхозпредприятий и укрепнение крестьянско-фермерских хозяйств. В некоторых отпусках серьезный прорыв. Мы увеличили производство свинины, крея, в перечне стран, с которыми мы будем работать в ближайшие 6 лет, которые вошли в увеличение экспорта в два раза, в том числе и Казахстан. Возвращаемся к событиям в нашей стране. Казахстанцы без сахара этой зимой не останутся, в этом уверен глава Минсельхоза Морзак Шукеев. По его словам, если даже и возникнет дефицит на помощь, придут партнеры по ЕАЭС. Ведомство договорилось с производителями из России, Беларуси и Кыргызстана, что те при надобности обеспечат достаточным количеством сладкого продукта. Кроме того, министр призвал всех акимов регионов заполнить став фонды. Если возникнет дефицит сахара, акимы при помощи стаб-фондов должны сдерживать цену. Поэтому главам региона сейчас необходимо активно закупать продукт и заполнять хранилища. В общей сложности по стране в стаб-фондах есть место для 11 тысяч тонн сахара. В ближайшие 12 лет, по прогнозам экспертов, Актобе станет городом-миллионником. Прирост населения обусловлен реализацией масштабных государственных проектов. Сейчас в Актобе успешно развивают агломерацию. В нее вошли 6 районов, сам областной центр и 112 пригородных населенных пунктов. А вот в Кустанайской области программа развития регионов вылилась в настоящий строительный бум. Обо всем по порядку. В материале Натальи Строковой. До конца года в Актобе реализуют 7 проектов. Запустят производство керамики, освежителей воздуха, автомобильных шин, красок, лаков, биг-бегов и мягкой мебели. Новое производство требует 16 тысяч постоянных рабочих рук. И это лишь одна сторона агломерации. В регион пришли инвестиции, развивается жизненно важная инфраструктура и продовольственный пояс. С начала года расширена птицефабрика, открыт цех по производству мороженого. До конца года будет запущен завод по производству растительного масла. Строить дома по всем направлениям государственных программ продолжают в Кустанайской области. В этом году запланировали сдать более 300 тысяч квадратных метров жилья. Это на 10% больше, чем в прошлом. Нурлежер программа работает. Дома строятся, домов много, квартир много, качество оптимальное. Цена 140 тысяч тенге за квадратный метр. Спрос достаточно высокий в Кустанайской области. Дефицит жилья все-таки он еще наблюдается. Это один из строящихся микрорайонов областного центра юбилейный. За три года здесь возведут полсотни многоэтажек. Большинство из них по программе Нурлежер. Часть по 7-20-25. Государство берет на себя подведение инфраструктуры, субсидирование кредитов и поддержку частных застройщиков. Комплексно ведется благоустройство, комплексно ведется прокладка коммуникаций к домам. Если мы будем работать с государством на взаимовыгодных условиях, то, в принципе, большее количество людей сможет воспользоваться этой программой. Через систему жилищных накоплений по программе Нурлежер в этом году в регионе сдадут около тысячи квартир. В 2018-м по этому направлению планируют возвести 21 многоэтажку. Наталья Строкова, Елена Устюмович, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар-24. Готовность номер один. Именно так специалисты называют этап строительства автотрассы от Рау-Астрахань. Из республиканского бюджета выделено 26 миллиардов тенге на первый участок трассы длиной 60 километров из общих 277 километров. Определен подрядчик, приступивший к созданию необходимой для строительства базы с поселком на 500 человек. Решенный вопрос с финансированием строительства оставшейся части дороги. Сегодня эту горе дорогу именно так окрестили ее водители уже называют просто направлением. За 30 лет службы трасса превратилась в сплошные ямы и колдобины. По-иному быть не могло. Востребованную дорогу все эти годы ни разу не ремонтировали. Итог – 277 километров разбитого полотна, которые уже невозможно реанимировать. Миноват этот путь, ничего не сломав или не вылетев в кювет, удается немногим. Экстремалам, отправляющимся в Атраву или Астрахань, позавидовали бы участники ралли «Париж-Дакар». Дорогу придется строить заново. Пока двигался по этой дороге до Атрава, я поменял крыло, фонари, соленблоки поменял. Конечно, ждем новую дорогу. Два поездка – один ремонт. Два поездка – один ремонт. Больше, чем 30-летние ожидания водителей, а столько не ремонтировалась дорога, подходят к финишу. Из республиканского бюджета выделено 26 миллиардов тенге на первый участок трассы длиной 60 километров. Был проведен конкурс. Есть подрядчик, который строит хорошие дороги, неплохие дороги, не только у нас, но и за границей. Дорожники уже приступили к созданию необходимой для строительства базы с асфальтовым заводом и поселком на 500 человек. Работы начнутся весной, а завершат осенью 2019 года. Шириной по проезжей части 9 метров. Также по 3 метра будет отсыпана обочина автомобильной дороги. Общая ширина земляного полотна будет 15 метров. Категория дороги будет соответствовать второй технической по ее пропускной способности, а также по грузоподъемности 13 тонн силы на ось. Чуть позже приступят к строительству и оставшейся части дороги. На сегодняшний день на протяжении участка 217 километров определен источник финансирования. Есть договоренность с Европейским банком реконструкции и развития, который будет финансировать данный участок в объеме 160 миллионов долларов. Подрядчики будут выбираться по правилам Европейской банки реконструкции и развития на международном конкурсном торгах. Этот участок разделили на 4 лота. Работы планируют свести на всем протяжении трассы. Строительство этой дороги открывает для Казахстана новый транзитный коридор. По нему грузу пойдут на Кавказ, в Балканские страны, в Черноморские порты. Она станет и частью транзитного пути Западной Европы, Западной Китай, соединив Узбекистан через Бейнео с Астраханью. Но больше всего, конечно, дорогу ждут жители соседних Атараусской и Астраханской областей. Между ними налажены не только экономические, но и тесные семейные связи. Сейчас на поездку уходит до 7 часов. Плюс риск для жизни, не говоря о технике. Углы поворота, подъемы и спуски на новой дороге спроектированы под крейсерскую скорость до 120 км в час. Значит, на весь путь уйдет максимум 3 часа. Виктор Сутягин, Аманте Матентофа, Жандос Рахметуллин, Атараусская область, Хабар-24. Астаня предстоит готовиться к реновации. Один из столичных районов попадет под снос. На его месте планируют построить современный квартал. Обновление входит в пятую приоритетную зону застройки столицы. Иван Тулинов расскажет о ней подробнее. Реновацию предстоит ждать на правом берегу Астаны, а именно жителям улицы Асан-Кайгэ. Старые и ветхие дома попадут под снос. Вместо них намерены построить новые и более привлекательные. Дом Веры Ватштейн наверняка попадет под ковш экскаватора. Здесь этому рады сноса ждут с 2010 года. 8 лет назад о реновации заговорили впервые. С того момента ни о ремонте в доме, ни о благораживании территории речи идти не может. Воду, кстати, качают из-под земли своими силами. То есть вот эта вода и есть? Вот это большая была. Вот смотрите, как вода идет туда. И вот дожди было, мы вообще не можем выходить во двор. Мечтаем на двухкомнатной. Больше ничего не хочу. Двухкомнатной и все. Соседи тоже уже прицениваются, за сколько отдать свои жилища. У меня государственная расценка 10 миллионов трехкомнатной. Это когда в доме рвали еще 17 тенге. За деньги нет. Вот квартиру еще давайте. Пусть дают по квадратным метрам. Квартиры. Допустим, у меня 97 квадратных метров, да? Плюс земля 6 соток. На месте частного сектора появятся низкоэтажные дома. По плану застройка будет высокой плотности. Это как раз то, что требуется при развитии столицы. Президент страны Нурсултан Назарбаев акцентирует внимание на том, чтобы Астана уплотнялась, а не расползалась по сторонам. Надо идти по пути уплотнения. Как делают во всем мире. Не раздувать город на длинные километры. Что бывает, мы тоже знаем. По берегу реки, если в длину, несколько километров в город. Растягиваются коммуникации, тратятся деньги. И отопление, и канализация, вода, электричество. Все дорожает. Правильно? У нас много внутри города неиспользованных земель. У нас в сейсмике все нормально. Это выгодно для города. И это для жителей тоже. Одна из сложных задач, которую придется решить, договориться с жителями. Выигрыши должны остаться все. И инвесторы, и жильцы. На данный момент еще необходимо сделать, проработать планы. Все наши. То есть это такой укрупненный сейчас разговор. Потом будут детальные проекты. Когда проработаются планы детальных планировок. Когда станет ясно, для какого дома строительство, сколько необходимо снести. После этого инвесторы будут выбирать себе площадки. Приходить торговаться с частными владельцами. Выкупать. Вместе с новыми домами на Асан-Кай-Гэ проложат новую дорогу. Она проходит параллельно Валиханово и станет ей альтернативой. Жителей Астаны эта новость не может не радовать. Проехать по Валиханово довольно трудно. Утром. Днем. И вечером. Здесь и не скажешь, что находишься в столице. Ощущение, будто улица в каком-то отдаленном населенном пункте. Но никак не в главном городе страны. Асан-Кай-Гэ планируют сделать шире и комфортнее. Она пройдет от улицы Багинбай-Батыра до Шалкамы, ведущей прямо к Дому министерств. Согласно документам Акимата, представленным и одобренным в правительстве, каждая из пяти приоритетных зон застройки, в том числе улица Асан-Кай-Гэ, должна соответствовать плану к 2023 году. Иван Тулинов, Асхат Каракошиев, Хабар-24, Астана. Почти на 18 миллионов тенге штрафовали водители и полицейские Северного Казахстана с начала текущего года. Больше 13 миллионов тенге уже взыскали. Отмечу, все административные протоколы стражи порядка составили в электронном формате. С 2018-го экипажи ДПП активно используют планшеты Единого реестра административных производств. При вводе ИИН-автолюбителя программа автоматически выдает анкетные данные водителя, проверяет, не находится ли он в розыске и нет ли у него неоплаченных штрафов. Всего в Североказахстанской области планшетами обеспечены 25 экипажей полиции. Преимущество ЕРАП – это сокращение процедур составления протокола об административном правонарушении. Время на составление протокола занимает от 5 до 10 минут. И нарушение автоматически передается в АИПС-контроль. С помощью ЕРАП имеется возможность на месте проверить автомашину на предмет прохождения технического осмотра, а также на наличие страхового полиса о гражданской правовой ответственности. Новоселье в самое ближайшее время отметят и столичные полицейские. ДВД Астаны переезжает в четырехзвездочный отель. Сейчас из бывшего здания Ромада Плаза вывозит мебель. Пока еще стражи правопорядка не перевезли свои вещи в новые кабинеты, но обновленную табличку уже повесили. Отмечу, что долгое время здание пустовало. В скором времени здесь будут находиться офисы сотрудников столичного ДВД и Акимата района Байконур. Эту новость сегодня озвучил министр внутренних дел Мухаммед Касымов. Он объявил об официальной передаче здания о бывшей гостинице, расположенной на проспекте Абая в Астане. Казахстанским школьницам могут запретить носить мини-юбки, декольте и дорогие украшения. Такое заявление сделал вице-министр общественного развития. По его словам, многие родители возмущены, что ученицам запрещают хиджабы и при этом позволяют ходить в совсем откровенных нарядах. Жалобы уже дошли до Министерства образования. Там всерьез намерены рассмотреть этот вопрос. Очень много было критики относительно того, что в школах запретили религиозные атрибуты, а не обращают внимания на меню и облегающую одежду. По этому поводу мы, наше министерство и предложение дали Министерство образования и науки, и они вроде планировали внести соответствующие поправки. В список кандидатов на присуждение стипендии Булашак рассмотрела сегодня Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом. По традиции председательствовала на заседании государственный секретарь Республики Гульшара Абдакаликова. По решению комиссии стипендия досталась 142 казахстанцам. Они пройдут обучение в ведущих научных и производственных центрах мира по программам магистратуры и докторантуры. По словам Гульшара Абдакаликова, стипендия является успешной платформой для подготовки специалистов, готовым к таким вызовам. Она дала ряд поручений по дальнейшей реализации программы. Напомню, на этот год предусмотрено 555 международных грантов Булашак. Первое место в казахстанском рейтинге вузов занял Евразийский университет. Об этом сегодня рассказал его ректор Ерлан Садыков на публичном отчете о деятельности учебного заведения. В мировом рейтинге ЕНУ на 765-м месте среди 6 тысяч вузов. На данный момент обучение по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры проходит около 19 тысяч человек. Среди них и иностранные студенты из Узбекистана, Афганистана, Турции, Ирана, Ливии, Китая и других стран. Университет стремится расширить научно-исследовательскую деятельность. Вклад в эту деятельность в прошлом году составил более полутора миллиардов тенге. Многие из проектов ведутся совместно с иностранными вузами. Они обмениваются студентами, проводят стажировки для магистрантов и приглашают зарубежных профессоров. Евразийский национальный университет стремится быть исследовательским университетом. Это означает, что мы говорим, что научные публикации ученых должны соответствовать мировому уровню. А это как можно достичь? Это значит, что мы должны интегрироваться и быть включены в научную деятельность. В этом году только пригласили около 90 ученых из зарубежных стран, которые вместе с нами, наравне с нами, осуществляют подготовку. В Западно-Казахстанской области треть экономически активного населения занята в сфере малого и среднего бизнеса. Предпринимательская инициатива дает заработок почти 115 тысячам человек. Еще свыше 2000 западно-казахстанцев обучаются основам бизнеса с намерением открыть свое собственное дело. В этом году на поддержку бизнес-проектов в регионе направлено свыше полутора миллиардов тенге. Подробнее расскажет Батагос Базарбаева. В программе «Дорожная карта бизнеса» все чаще участвуют сельские предприниматели региона. К примеру, в прошлом году льготные займы получили 82 проекта в районах. Владелец кондитерского цеха Замир Хасанов отмечает, при производственных оборотах в 100 тонн продукции в месяц расходы окупятся в 3-4 года. Ведь при 14-процентной годовой ставке 10% субсидируются государством. В цех поставили новое оборудование, наняли еще 10 рабочих. Получили мы кредит 69 миллионов по 4% на приобретение новых оборудований. Оборудование уже приобрели, завод изготовил, запустили уже. Вот рядом стоит японский оборудование, рион. На данный момент работаем. Новые виды печенья пошли опять. 5-6 видов новых печенья. В данный момент есть планы в Астане расставить цех. Строитель по профессии Замир Саинович кондитерское дело в селе Круглоозерное открыл 14 лет назад, вложив в проект все семейные сбережения. Начинали с 4-х видов сахарного печенья. Сегодня половина готовых изделий поставляется в столичные магазины. Покупают и соседние регионы. 13 лет назад я пришла сюда фасовщицей. Сегодня я работаю мастером, постоянно повышаю квалификацию, изучаю новые технологии. Каждый год мы запускаем в производство новые рецепты, расширяем ассортимент. Дорожная карта бизнеса позволила открыть в сфере предпринимательства более 5000 рабочих мест. В целом мерами господдержки в области сейчас охвачено свыше 800 проектов. На сегодняшний день проведено 8 соседаний регионального координационного совета. По итогам этих соседаний было одобрено 13 проектов на общую сумму 1,1 миллиарда тенге. В рамках этих одобренных проектов планируется создать 118 новых рабочих мест. При Урале последние несколько лет официальный уровень безработицы не превышает 5%. В этом году органы занятости и социальной защиты населения трудоустроили свыше 10 тысяч человек. Причем половина из них получила постоянную работу. Еще полторы тысячи новых вакансий открылись на производственных линиях второй пятилетки индустриализации. С 26 по 28 сентября в столице во второй раз пройдет Астана Медиауи. Крупнейшее медиасобытие на территории Центральной Азии. Казахстанская медианеделя на одной диалоговой площадке объединяет представителей региональных, республиканских и зарубежных средств массовой информации, а также представителей пресс-служб и госорганов. Трехдневная программа состоит из серии широкомасштабных отраслевых мероприятий, таких как контент-маркет, региональный медиафорум, Астана Диджитал Форум и уникальный в своем роде медиатокс, посвященный обсуждению профессий будущего. Мультипликативный эффект от недели развития отечественной медиасферы и продвижения деловых отношений в индустрии на региональном уровне. Тематика медианедели полностью перекликается с освещением государства, программы «Цифровой Казахстан». И все большие акценты будут делаться на цифровую медиа, на переход медиа, на новые технологии и на трансформацию традиционных средств массовой информации. К данному часу у нас пока все. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok